дорогие наши зрители в этом фильме мы отправляемся с вами в центр комаркского заповедника небольшой городок сент-мари-де-ла-мер выехали из отеля и не успели отъехать и 100 200 метров как увидели потрясающе интересную сцену по крайней мере мне настолько понравилось что я прошу вас прощения что она будет немного затянуто вы видите так называемых комарских лошадей на территории заповедника комарка обитает порядка 4 тысяч диких лошадей особой местной породы которых называют лошадь комарку интересен такой факт что жеребята комарских лошадей имеет гнидо или такой вороной окрас то есть темные но со временем они светлеют и становятся практически белыми иногда даже бывает белоснежные лошади до сих пор спорят откуда произошли эти красивые животные генетически комарки близки к древним лошадям распространенным в европе 45 тысяч лет назад представляете здесь проехали еще метров 200 300 и увидели за загородкой осликов или шачков не знаю как их правильно назвать и комарских лошадей алла быстро нашла у нас хлебушек который лежал запаслива в нашем автомобиле и мы скормили весь хлеб который у нас был а вечером когда будем пить вино хлеба у нас не останется будем закусывать просто кусочками сыра такие эти лошадки обаятельные такие прелестные ну и я люблю лошадей очень люблю лошадей и алла любит лошадей а вообще всех животных любит поэтому мы мы тут стояли очень долго пока вся буханка хлеба у нас не ушла причем самое сложное было чтобы никого не обидеть потому что мы начинали кормить одну лошадку подходила другая только начинали кормить лошадей начинали кричать и шаки давай нам и нам и нам хлеба бежали к ишакам кормили и кишаков там тоже осликов было несколько штук но такая вот такой прелестный начал нашей экскурсии от нашего отеля до городка сент-мари деломер меньше четырех километров такая небольшая узенькая красивая дорога и вот мы в деревушке в этой деревушке живет меньше трех тысяч человек и в то же время это один из самых популярных курортов франции здесь в этом в этой деревушке можно найти не только хороший пляж мы с вами туда сходим покупаемся вы посмотрите нравится понравится вам или нет здесь есть корида вот мы проезжаем мимо стадиона но эта тема я не очень люблю поэтому заходить туда на стадион этот небольшой амфитеатр мы не будем здесь можно отсюда можно совершить большое количество всевозможных прогулок в комарский парк мы с вами совершим прогулку на катере это чуть позже в следующем фильме и будем в парке птиц это тоже будет отдельный фильм здесь есть очень красивый древний собор храм с православными святынями но это тоже чуть дальше я вам покажу сам поселочек вот такой небольшой низенький дома в один два этажа очень много маленьких магазинчиков маленьких кафе ресторанчиков и сюда мы с вами сейчас зайдем посмотрим чем здесь кормят туристов но и местных жителей цены кстати оказались ниже чем мы ожидали вот мимо такого большого котла спа или ну пройти практически невозможно кроме того что красивая картинка как вы видите стоит какой огромный котел какой запах стоит на этой улочке и алла кошка мне уговорила а давай зайдем покушаем тем более кое-кто из наших зрителей уже спрашивал но почему морские продукты еще не кушаете почему ракушки мы не видим в кадре вот сейчас специально для вас мы и зашли в это небольшое кафе алла кошка как всегда мы с ней один из толстов обязательно посвящаем вам наши дорогие зрители мы всегда поднимаем толстую любовь за здоровье за ту страну в которой мы находимся и всегда мы говорим за наших дорогих зрителей потому что вы нас стимулируете на наше путешествие может быть мы давно были глибо же на диванчике тоже посмотрели телевизор но мы каждый раз думаем но ведь у нас уже столько подписчиков у нас уже 15 16 тысяч человек которые ждут наши фильмы мы не имеем права пока есть силы пока и здоровье надо путешествовать вот такие замечательные морепродукты рыбка и ракушки и вот эти вот я их называем морские тараканчики вот цена видите 27 евро ну примерно если перевести в рубли примерно 2000 2000 с небольшим рублей с учетом франции прованса это что это все же практически пик сезона цена небольшая алла все ходила возле боков поглаживала их от памятники знаменитым бокам производителя этой местности я думаю для чего она все ходит и вот мы подошли к французской карусели и алла оседлала как вы думаете кого а посмотрите внимательно быка оседлала вот она что ходила вокруг этих статуй она осматривал как не подойти поближе что как говорится погладить где сесть чтобы бык был послушным черные быки это один из символов этой местности как и белые лошадки и розовые фламинго вы все все увидите лошадок я уже показал черного быка вот показал вам пока виде статуи и игрушки такой на французской карусели но и фламинго у нас впереди главное смотрите не уходите далеко дорогие наши зрители мы с вами идем в церковь собор нотр-дам дело мер построена в 11 веке это одна из главных святынь прованса и наверное главной святыни для всех цыган мира я вам сейчас расскажу почему здесь в соборе хранятся мощи святой марии сестры богородицы матери апостола иакова и иоанна златоуста а также марии магдалины здесь вот под в подземной крипте хранятся мощи вот мы сейчас с вами здесь находимся святой сары покровительницы всех цыган чей праздник приходится на 25 мая в этот день в этот городок в эту деревушку в этот храм на юге франции стекается множество цыганских таборов из франции испании да и все 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 со всего мира существует такая легенда вы сами понимаете что легенды не существует на ровном месте сара была служанкой марии тетки христа и марии соломеи матери двух апостолов их посадили на лодку без парусов и весел и изгнали из палестины ветре течение пригнали их именно сюда где они начали проповедовать вот такая вот легенда и цыгане совершает сюда паломничество каждый год в мае месяце такое странное насекомое похожие на птичку калибри а вот смотрите на плакатах что можно здесь увидеть какие виды экскурсии вот есть театр с лошадьми комарк можно на лошадках прокатиться можно пешком можно на джипах можно на каких-то конных тележках жара жара стоит и тем не менее посмотрите сколько цветов в этом городе замечательный маленький обаятельный милый провинциальный городок провинциальная деревушка на морском побережье и море здесь а мы сейчас с вами идем на это море потому что уже жара невыносимая алла говорит пойдем купаться сил нет да показывают эти небольшие магазинчики честно вам скажу не люблю ну алла говорит у тебя же 60 процентов зрителей женщина им это нужно им это важно покажи что здесь можно купить какие вещи я показываю ради женщин я на это готов смотреть какая скульптура сделана из кусочков дерева очень красиво и вот мы на пляже знаменитом пляже прованса он длится влево и вправо от этого городка на много километров там я даже пытался на карте понять ну сложно там ну налево там 10 километров такая вот песчаная коса и право 10 километров я не ошибусь скажу такая песчаная коса море очень теплая песок горячий много как видите детей тут потрясающий семейный отдых пляж можно любить разный кто-то любит камни вот мы салой любим камни чтобы глубоко чтобы с камней головой вниз а там пять метров глубина это мы обожаем по за это мы любим хорватию например но ведь если вы едете всей семьей с маленькими детьми какие камни какая глубина 5 метров конечно вот такой пляж самое самое оно с маленькими детишками когда можно сидеть на пляже попивать вино или пиво и видеть как твой внук или ребенок купается и где глубина очень постепенно постепенно идет вниз плюс песочек мягкая ребенок не уколется не удариться нет никаких ежиков не острых камней конечно для семейного отдыха это самое самое оно ну и водичка всегда теплый потому что глубина у алла плещется смеется она говорит а глубина тут полметра вот она руки поднимает типа вот глубоко глубоко у меня тут прям глубина на самом деле там полметра ну например у нас есть например евпатория или анапа очень любят для семейного отдыха много пионерских лагерей много семи семьями там отдыхают поэтому пляжи нужны разные пляжи все важные выбирайте на свой вкус но мы как люди которые любят и уважают своего зрителя с удовольствием здесь попултыхались поплескались напились этой соленая здесь она нам показалось как это прям особо соленая вода прям я сейчас смотрю это видео во рту стоит кусок соли но это тоже польза кстати здесь добывают соль есть солончаки где добывает соль промышленных масштабах не уходите далеко наше путешествие продолжается мы отправляемся с вами на прогулку по вечернему сент-мари дела дали салют был фейерверк возможно или корпоратив какой-то или день рождения может и свадьба по набережной прогуливаются всеми семьями ребята бегают молодежь плескается в море до сих пор на пляже можно встретить парочки бутылка вина со свечками романтик дневная жара спала уже не плюс 40 45 где-то плюс 30 но все равно большая влажная такая соленая а вот мы подошли к туристического центра здесь можно увидеть все возможное предложение турпакетом по экскурсиям во всю работают кафе и рестораны автомобили очень медленно движутся по курортному городку чтобы мешать пешеходам расслабленная замечательная приятная романтическая обстановка вечернего приморского городка алла пробежалась по магазинчикам теперь у нее есть оправдание когда я ругаюсь гуал у нас времени давай пойдем на подожди а вдруг зрительницы твои что-то спросят а ты не знаешь я вздыхаю и жду ее но то вот такой магазинчик я люблю я обожаю мороженое просто обожаю это наверно самое вкусное что я люблю такого сладенького продающихся в магазинах парень очень захотел остаться в моем фильме просто вот встал загородил какой-то музей я говорю ну и слава богу стой на здоровье теперь ты в истории парень это собор мы сегодня днем с вами были там внутри ну что отправляемся в наш отель это такие поздно вечерние уже практически ночные съемки какой-то канал все это отражается в свете от проезжали на машине увидели большое стадо черных быков дорогие наши друзья в этом фильме я расскажу об одном из самых простых способов познакомиться с парком комарка это круиза на кораблике я начитал в порту три фирмы которые занимаются этими вопросами возможно их больше плюс огромное количество как вы видите моторных лодок яхт с хозяином каждой из них я думаю вполне можно договориться стоимость круиза на таком вот большом корабле 12 евро с ребенка там определенного возраста ну не буду точно говорить потому что не помню 6 евро до какого-то возраста ребенок плавать на кораблике конечно же бесплатно продолжительность примерно полтора часа я очень люблю такие такого рода экскурсии особенно в том ритме в котором мы с алой постоянно находимся время путешествий иногда ноги уже отваливаются пятки горят ботинки дымятся и прокатиться на кораблике отдохнуть одно удовольствие а если для вас 12 евро дорого но особенно если большая семья это же большая сумма получается и вы хотите посмотреть на животных каким-то другим способом следующему будет мой фильм будет посвящен посещению такого парка птиц вот а здесь особо много животных и птиц мы не увидим ну может быть время неудачное выбрали вот несколько аистов и не знаю там журавлей что ли серые аисты белые аисты я очень плохо знаю название этих птиц если вы близки к орнитологии поясните что это за птица сидит на дереве капитан нашего корабля постоянно притормаживал в определенных местах вот как здесь увидев черных быков пасущихся на болоте и говорил в рупор там или мегафон микрофон что вот так и так смотрите направо или смотрите налево вот один из конкурентов нашего корабля вот такой старинный корабль или под старинный корабль с большим колесом сзади мы очень хотели прокатиться на таком но не получилось у нас что-то по времени не сложилось каждая фирма имеет свое время отправления кораблей поэтому вы не переживайте вы на одном втором или третьем корабле обязательно уплывете в день совершается по три четыре пять зависимости от сезона таких вот поездок вот смотрите какой полна верно белый белый аист наверно может быть журавль летит очень красиво вытянув длинные длинные ножки мы языка не понимаем что командир корабля нашего капитана корабля говорил мы не знали но он понимая это иногда выходил кричал даже показывал рукой вот смотрите туда направо налево я старался обращать внимание куда он показывает рукой и обязательно находил какой-нибудь интересное животное вот здесь какая-то ферма где разводят черных быков где белой лошадки комарк кричали вдалеке и шачки ослики ну прекрасное времяпровождение все высыпали на какую-то сторону нашего корабля который накренялся прямо ты самый от обилия фотографов все старались сфотографировать мешали друг другу слава богу при моем росте два метра я всегда находил точку откуда можно удачно сфотографировать и снять для вас этот сюжетик я этот фильм помещаю в раздел плейлисты релакс потому что ну как еще можно по-другому назвать такое путешествие как и путешествие отдых путешествие релакс лошадки обаятельно выносливый гуляет по болоту что-то там сами находят сами кормятся на такие молодцы я вообще никогда не видел чтобы лошадь вот так гуляла по болоту или по реке и кормилась а вот стая не знаю или гуси или лебеди что-то такое над нами пролетело курлыча что-то себе возле я уверен что можно поселиться в небольших таких отель отельчиках или кемпингах которые находятся вдоль реки сам парк комарк он располагается между двумя реками рон большая река рон и малая река рон вот мы сейчас с вами на кораблике плавем в маленькой по маленькой реке рон посмотрите на карте или даже вернитесь начало моего фильма то все понятно не уходите далеко мы продолжаем дорогие наши друзья сегодня мы с вами совершим еще одну прогулку в парк комарк и посетим парк птиц он располагается от нашего отеля практически километр а от города где-то пять километров красивая дорога участвую посмотрите налево направо периодически будут попадаться места вот сейчас как раз справа лошадки стоит вот а это паровозик да я по моему забыл вам рассказать что кроме кораблика пешком велосипед машина по парку комарку можно передвигаться на таком паровозике ну мы вообще не любим такой способ передвижения но тем не менее он существует вдруг кому понравится нет есть остановки и вот мы гуляем по парку ну паровозик знаете в такую жару когда 45 градусов жары я не представляю как там люди сидят но может у кого-то нет машины а может быть у кого-то дети внуки которым прикольно на таком паровозике прокатиться о алла проголодалась я нашла чего у ежевик у его а проходили мимо какие-то французы и там прочие иностранцы они нас смотрели на нас таким испугом как будто мы ели волчью ягоду и вот то ради чего мы пришли в этот парк розовые фламинго одни из самых потрясающих красивых птиц на нашей планете кстати и розовые фламинго занесены в красную книгу розовые красные фламинго занесены в красную книгу. Они вообще очень красивые. Они занесены в красную книгу практически во всех странах мира. К сожалению, их популяция уменьшается, потому что уменьшается количество водоемов, на которых они могут спокойно, вот так как здесь, видите, стоя на одной-двух ножках, жить, и чтобы их никто не беспокоил. Человек расширяет свои хозяйства, человек пользуется удобрениями, отравляет химией, воду и так далее, и так далее, к сожалению. Огромное спасибо от нас, Аллой, да, французам за этот заповедник, Камарк, за этот огромный парк, который дает возможность птичкам здесь существовать спокойно. Никто им не мешает. Ну, кроме нас, придурков, фотографов, которые ходят с фотоаппаратами, смартфонами. Мы безобидные. Мы безобидные, но все равно мешаем. Вот оно ходит. Кстати, вы знаете, что розовое фламинго вот в таком, ой, продолжим потом, какая-то крыса выплала ё-моё алла так сначала испугалась кричал вау 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 как ты кричал кто это кто это кто это кто это кто это а потом нам понравился нам такой хороший усатый мы не знаем кто это знаете как кушать с каким аппетитом и глазки закрыл от на солнышке щурится я не знаю кто это такой то ли бадмор то ли андатра ну в общем какая-то водная крыса так вот рассказываю про розы фламинго вот в такой позе когда головка опущена и перебирает идет ножками и фильтрует воду птицы проводят по 20 часов в сутки представляете а что они делают рассказываю у них огромный клюв в этом клюве есть фильтр ну не знаю примерно как науки то они набирают воду из озера фильтрует ее там специально такие перепоночки есть и всякие моллюски которыми они питаются они остаются как корм а воду они выкидывают и вот так опустив голову они ходят и фильтрует и фильтрует кушают но еще и один факт как о котором я хочу вам рассказать это пары посмотрите стоит пара розовые фламинго как и лебеди создают пару на всю жизнь и часто бывают если погибает кто-то из пары погибает и 2 стоит как будто на крокодиле стоит натуральный крокодил глаз пасть открыта а вот эти мне нравятся серые цапли а я не знаю то ли серые цапли а может журавли но наш фильм не посвящен миру природы к сожалению мы не можем вот смотри а это вот вот это вот то что стоит это возможно серые цапли это детеныши вот и такие огромные на огромных ногах вот два детеныша дерутся на гнезде ждут покушать и где же их папа где же их мама где вот нет 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 это это там не они это тоже какие-то детеныши это белый давай покричим папа папа вот по-моему летит точно смотри вот он к ним садится или папа и мама что-то им до горми в горми даты одному второму одному второго смотри никого не обижает а вот и довольная счастлива дорогие наши друзья очень рекомендуем вам этот парк здесь обустроены хорошие дорожки вы можете по ним бродить всей семьей есть небольшой кафе небольшой бар есть возможность прогуляться всей семьей показать детям настоящих живых птиц самых красивых птиц на земле а вот лошадки лошадки это наша любовь салы вообще мы всех мы не могли проехать мимо остановились по глади наших лошадок дорогие наши зрители не уходите далеко наше путешествие по провансу продолжается дорогие мои друзья мы продолжаем путешествие по провансу и сегодня расскажу об отеле который мы остановились недалеко от сент-марии дело мер это городок на побережье находится наш отель в нем мы проведем два дня мы уже прибыли туда поздно ночью и вот так вот освещая фарами пользуясь навигатором мы отправились на поиски этого замечательного отеля отель выбрала конечно же алла она сказала знаешь это будет замечательный отель он очень дорогой ну для нас дорого 110 евро в сутки но это сезон это практически пик сезона конец июля начало августа вам цена не меняется 110 евро в сутки я например посмотрел на сегодня если поехать в октябре то это будет стоить там порядка 60 70 евро то есть уже вполне приемлемая цена но вы сами виноваты поехали в сезон чтобы посмотреть как цветет лаванда поэтому ну что вам сказать сами и расхлебываем денежку зарабатываем ну и как говорится тратим ее поздно ночью уже засыпая мы вышли на такой как сказать балкончик у час утром я вам показываю где мы были ну такая маленькая как сказать прихожая что ли в нашем номере а вот рано-рано утром я вышел все постояльца в отеле еще спали это небольшой частный отель такой отель агро отель здесь бегают курочки здесь есть коровки здесь есть большая ферма лошадей не просто там лошади стоят кушают на них обучают верховой езде на них можно совершить верховую прогулку по окрестностях у нас было в планах такое сделать совершить но жара всему помешал мы представили поездку на лошади под просто жарящим солнцем 40 градусов жары 40 45 а считайте на солнце все 50 и мы передумали мне жалко стало и меня и самого себя и лошадку который будет больше 100 килограмм веса в такую жару на себе вести но для тех вас мои дорогие зрители кто любит лошадей любит животных любят деревню это вот такая деревня хутор можно сказать то я думаю вам понравится это этот отель это не реклама отеля в прямом смысле то есть мне отель этого не заказывал он понятия не имеет о том что я делаю фильм для вас кстати этот фильм я наверно отправлю вряд ли они им воспользуются но тем не менее я отправлю потому что из чувства просто благодарности как сказать спасибо организаторам этого отеля за огромный труд посмотрите как здорово много цветов великолепный газон здесь есть и завтраки и ужин и обеды но мы не брали для нас это было к сожалению дорого поэтому питались так скажем подножным кормом да то что привезли с собой вот такой бассейн так как мы были два дня здесь то мы два утра два раза утром так скажем в этом бассейне искупались несмотря на то что у нас было очень напряженные эти два дня то есть от два дня в отеле это не то что многие могут подумать что вот лишь лежат загорают кушать мы об этом мечтаем но к сожалению такое бывает крайне редко и мы даже уже и не помню в ближайшее время когда такое было это утра на утром этом может быть 7 утра то есть мы быстренько вскочили игру алла тут есть бассейн нам нужно искупаться нужно показать нашим зрителям нашим дорогим друзьям рассказать об этом отеле я уверен что те из вас кто будет в провансе кто приезжает сюда например с детишками будут очень довольны этим отелем до городка там практически на на километров пять можно пешком пройти можно на машине как правило на провансе в провансе все путешествуют на машине это правильно знаменитая на весь мир который сель вот мы и крутим вертим плескаемся потом когда другие постояльцы этого отеля пришли в бассейн там воды не было уже наполовину нам было очень стыдно ну что поделать такие же мы дурачки обожаем веселиться как дети отель рекомендую но так как здесь много животных хочу обратить ваше внимание тех людей тех моих зрителей если у кого есть аллергия такое бывает часто например на лошадей на лошадиный пот тогда вам конечно же не сюда вот знаменитая дынька мы ее кушали практически каждый день часто на дороге встречалась встречаются такие небольшие рынки где продаются дыньки арбузы помидоры виноград ну и прочее то что выращивается во франции мы всегда останавливались на таких рыночках и закупали несколько дынь там несколько бутылок вина виноград и в такую жару вы знаете кушать особое честно говоря и не хочется вот как раз вы видите занятие верховой ездой мы говорим нашему отелю до свидания мы отправляемся дальше путешествовать следующий мой рассказ будет об этом городке сент-мари-де-ла-мер на которого рукой подать не уходите далеко мои дорогие зрители вас ждет еще несколько фильмов о провансе